Бой у нас Диасперция И ядерный рассвет, в который чёртов раз зазаряет ваши экраны А это значит, что мы продолжаем надирать себе жопу в Need for Speed Most Wanted Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте Будет весело Поехали Напомню, что в прошлой серии мы обновили своё сральное ведро И теперь у нас есть вот такая вот няха И судя по характеристикам, Эклипсер она даёт ей прикурить Но у Эклипса второе на Агар Или как его там называли Короче говоря, статус погони будет сразу 2 На Эвике всего лишь единица Гоночки я тоже ни хрена не смотрел Но только-только дёрнули корейца Пари мы откатали Сходу практически А вот гонушки Это уже другой разговор Так, я забыл сколько 5 штук На выбор 8 Сразу же, наверное, попробуем заехать истреблятель Это первое видео за день Поэтому я ещё не очень катался Сука, как же спать охота Хотя я вроде как выходной, но всё равно Так ТТшник, ещё какое-то сральное ведро Впереди меня Клио В-жесть Блин Он ездит как прилипший Блядь, это охотно Господи, обдристался Так, но всё равно вкатываться Придётся очень резко 196 Так Перевес в один сраный километр в час Как так? Так И, кстати, вы заметили, что звук стал получше? Ого Ребят, запахло габеллой Я всё в 130 сделал Придётся Наворачивать Кучу лишних километров в час Чтобы хоть более-менее выпутаться из этого говна Кстати говоря, вот этот читерский проход по правой стороне Мне прикрыли 246 щенки Да, я всё ещё умею ездить Пусть и езжу как говно в проруби И опять перевес на километр в час Вы серьёзно? Так Где радар? Вот теперь можно и притопить 250 Чё собаки не ждали? Честно, я думал, что мне конец Так Разгоночка Хо-хо-хо-хо-хо Дайте-ка подумать Колечко Не, мне лень колечко ехать Спринтанём немножечко А вообще желательно, конечно, проехать все гонды Потому что денег нету нихера Так, что за ведра Гольфищ Клеовая жесть Ещё там какое-то ведро, по-моему, было Надеюсь, мы не увидим, что это там за ведро, на самом деле И возглавляет пелотон Атомно-зелёный Развалил лучше Классика жанра Нет, кстати, это вполне единственная стратегия С самого начала у меня была какая-то тактика И я её придерживался Ну, а если коротко Сначала откатать на каком-нибудь ведре вроде Кобальта Потом после второго босса перепрыгнуть на Эклипс Потом после Эклипса Развалюшн Потом Тачка Бонда Ну, а потом Зависит от стиля вождения Если вы любите большие и мощные тачки Которые нихерашеньки не рулятся Тогда Макларен Если вам всё равно на каком ведре кататься То, в принципе, Макларен или Каррера Можно, в принципе, и на Амурке Даже Рейзера надрать Это вообще не проблема Я вам так скажу Так, первая треть пройдена Гандикап никакой, но он есть Ну, а вообще, в целом Я почему-то остаюсь приверженцем Каррера Я всегда приезжал на дуэль именно на ней Просто потому, что, блин Трахнуть японца на Макларене Это, получается, какое-то мерседесовское дырби Это не спортивно Нос зачесался На пиццу, что ли Всё равно завтра не на работу Сегодня не на работе Вот этим он меня и бесит А, ещё один Развалюшн Вы серьёзно, пацаны Точное количество неизвестно Один из них следовал назад Мусорка, что ли? Внимание по трулям в этом районе Так, вы жесть убегает Брёшь, бельчонок, не уйдёшь К сожалению, приметы точно неизвестны Слезите Не, ну он дебил или где? Следуй на место Блин, чувствую, как та белка из выпуска Плюс 105с с Мишей Соси песокс Хотя, чувствую, что учитывая результаты второй-трети Песокс сейчас отсосу я Ой, мне дорожник в дорогу перешел Не, ребят, запахло габелло опять Видимо, не очень хорошо я еще вкатался Это кто знает, может я сейчас еще и покажу класс Так, развалюшин Гольф еще скакал Так, В-6 мимо Так, 78 Блин, еще успеваю, в принципе Надо этого щенка как-то отодрать Как-то в анекдоте лежит две бабы Одна пришита, вторая прибита Че делать будешь? Первую отпороть Ага Вторую отодрать Куда полез щенок? Блин, вы жесть выпрыгнул, да ладно Сука 92 Сука Ну надо ж так, еще и развалюшин вылез Не, попробуем перезаезд Меня аж приштормило Развалюшин, конечно, хороший Но, в принципе, будет брать именно ускорением Прямой Способность проходить по вороту Потому что это, мать его, полный привод Даже несмотря на то, что у него всего четыре горшка Там, по-моему, двухлитровая четверка Это же восьмой развалюшин, верно? Солнце в глаза, твою ж мать Я ничего не вижу Какая сводка на сегодня? И дождик Да вы че, охренели Я че, здесь один еду что? Короче, нам еще и от мусора придется побегать Ну, в принципе, на первом нагаре Это вообще херня маневр Одно можно еще какую-нибудь плюху заработать Типа убежал от полиции меньше, чем за минуту Что-то я мусоршмиттов, кстати, не вижу Ну Гормон надпочечников сделал свое дело Я как-то получше, что ли, поехал Ну, главное, не накаркать Вот этот вот токийский трист Мне как бы не очень нужен Развалюшин Попытался проскочить, но получил по морде По наглой розовой морде Так, половина Ну, в принципе, я даже никого вперед не попустил Зачетно Так Опять Гольфич вылез Господи, это сральное ведро в умел Хоккар, конечно, грозное оружие Но в моих руках он показал себе Именно что сральное ведро А еще там мусоршмитта за поворотом Упс Вторая, третья, они оторвались Из-за одного косяка Пауза послучилась не очень вовремя Еще одного петуха пометим Так Пробуем атаковать Опа Не, ребятки, дело опять пахнет пусинами Что-то опять как-то жопной гарью запахнет Жопочная какая-то фигня А не пошел бы ты нахрен, макак с палочкой Не, ребят Сколько нам? Пять гонок надо заехать, да? Запахло потом Субтитры делал DimaTorzok На таких уровнях секундомер уже становится Ну, крайне сложный Так, сколько у меня гандикапа будет? Блин, потерял пару секунд на этой ошибке Так Так Так, погоди Честно Честно Вообще Не выиграл Не проиграл На первых двух чекпоинтах Сколько он там был? 12.06 Говорит 10.078 Блин, отстаю 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 Я не знаю Топчу батоны Как сумасшедший Ну, теперь надо втапливать Ничем я не люблю длинные участки Конечно, можно хорошо притопить и отыграться Но один мелкий косяк может испортить все усилия Вот в этом-то весит рап Коллеги Срезать негде Хотя Спилить петлю было бы ну очень круто Потому что я эти петли сами, знаете, ненавижу Есть еще такие же в Кэмде Нигде Тюряга Но там прыгать гораздо веселее Чем меня радует развалюшин по сравнению с Эклипсом? Тем, что он на порядок бодрее разгоняется Тюрьга 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 Так, теперь я должен долететь до финиша за 32 секунды Тьфу, блядь Ну серьезно Вот как раз о чем я и говорил Длинные участки, они не прощают ошибок Но в итоге я сделал гандика в 21 секунду Так, две есть Так, что у нас на выбор осталось? Два спринта, один из которых я катать не очень хочу Два спринта Кольцо Две на вылет и секундомер Глубно схватил, не вышло Давайте попробуем вот эту спринту катать Потому что я как, вроде как, вкатался Ну, вроде как, это вроде как на самом-то деле По травину Стараюсь не материться Ну, всякая хуйня бывает Просто потому что без мата это действительно без понимательной мере It's more fucking unreal, guys Так, силой Какой? Целка или СЛ? Ну, в случае там 5-литровый В8 под капотом Ну ой! Пронесло под правильным углом, вмазался Иначе был бы фейл Вот опять-таки Разволюшн выигрывает за счет своей управляемости У Эклипса есть тот же порог, что и у Элди ТТ Он управляется, как гребанная летающая тарелка Он никак не может прилипнуть к земле Об этом даже говорит его профиль Растянутый в длину мыльницы Разволюшн, он, блин Едет, как свинцовый брусок Натурально приклеиваясь к дороге Ты куда, собака? Не, ну вы видели? Я еще и на двух колесах проехался А вот то, что он выскочил вперед Это очень дерьмово Красивейшая атака в повороте Слава богу, бочки не прошляпил Сейчас мне надо будет чуть-чуть буквально спидбрейкера Чтобы гарантированно направить развалюшина под маяк Ну не красота же, а, господа Да дело мне ни хер, прям как обратное доказывает Так, три гонки есть Так, вот это выбывашка более скоростная Колечко Знаете, наверное, колечко попробуем заехать Три круга Так, одиннадцать километров Ой, пля-пля-пля-пля-пля Мне кажется, альт табнулся случайно Отлично статал Так, мерин Лексус, вы серьезно, чуваки? Так Так Как и говорил, трасса более-менее скоростная Поэтому Разволюшин здесь себя, в принципе, показывает Он именно хорош тем, что он универсальный На нем можно понаваливать в городе С быстрыми переставками, перекладками и тому подобным говном Потому что там важен быстрый разгон Можно раздать люлей на трасс Так, сейчас мы быстренько Проскакиваем Проскакиваем вот так Что там у нас открыт? Сектор прыжков Нет Сектор прыг на барабане не выпал Угу, здесь тоже мимо А там, кстати, была охренительская срезка Что там за скот ездит сзади? Блин, времени нет посмотреть В поворотах По-моему, присосался мерин Выноз в дрифте Так Первое кольцо есть Заход на второй круг Обожаю широкие повороты Можно спокойно выскочить Практически не теряя скорости Ну вот Ветер хорю, я охуяю Скорость на входе у меня была 240 Вышел я, ну сколько? Где-то 195 А там просто об забор череп Если бы мне сказали, что я в реальном буду наваливать 200 на двухполосном шоссе Я бы никому не поверил Хотя с другой стороны 150 Я это вытворял генерации Вообще, если брать реальность Самый вот максимум, который я раскачивал Это было 175 на Mitsubishi Outlander первого поколения С четырехдиапазонным автоматом И двухлитровой четверкой под капотом И, кстати говоря, у него еще был запас То есть я вполне мог раскачегарить его на 190 Это его паспортная максималка, если мою память не изменяет Так, немножко газу, чтобы передние вытянули Опять гольф Вот почему это самая бесячая машина в игре Опять сраный гольф Че, опять делаем атаку в повороте? Блин, не так ударил Ну, в принципе, это было красиво Если бы я еще и без спидухи этому научился Блин, возле полицейского участка летаем Копов минимум What the fuck? И это, между прочим, уже третий круг С другой стороны Щенки не кисло так отстали Ну, насколько может быть не кисло На городской трассе Она ни хрена не скоростная Просто потому, что Раскачегарить тачку до полного Здесь тупо негде Ну, с другой стороны Средняя скорость где-то Ну, по моим прикидкам 170 180 Дает основания полагать Что будет еще и не то В любом случае Мне даже интересно стало Сейчас посмотрим статку Когда приедем Сейчас главное Вот просто не налажать Под конец банкета Поэтому делаем вот так Оставляя запас по азоту Оттормаживаемся немного Опс Вот о чем я и говорил Чуть Чуть Вы это видели? Вы это, мать вашу, видели? Ну, вот 184 Средний Так И последняя На сегодня гоночка Так Что у нас тут есть хорошего? Две выбивашки Давайте вот эту С Кэндонской тюрьмой Я даже думать не хочу Потому, что Там либо максимум копов Либо это говно Мы уже пытались проехать И получилось в итоге Целая нихрена Макларен? Что? Тё? Так Так Ничего тут главное не налажать с поворачиваемостью не ребят это изи катка вот такие вот фишки я люблю и блин он все-таки спрыгнул и поехал по петле что-то 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 вода факт чего там срезку мне прикрыли за там был очень хороший скоростной выход вот в это очко делал да и там в принципе может был не слабо так спилить видите из-за этих вот голливудских прыжков я их надрал на пол километра вот почему я всегда там в розути где ну петли на университете постоянно смотрю а нет ли дырки а что вот в кэмдонской тюряги они оказались на месте и минус 1 тот чувак который стартовал первом итоге отсосал козырь черти держится где-то в двух сотнях метров потом после обороны нам останется еще один босс и можно спокойно рассекать по городу дауна прицел пли тут главное правильно выловить траекторию в идеале конечно вот этого не делать я имею ввиду касание в этом месте с одной стороны вот эта вот фишка очень сильно сбрасывает твою скорость вы видели под какими оборотами на какой скорости я туда заходи на самом верху и что получилось в итоге потому что я приземлился уже и стартанул со скоростью 100 мать его километров в час всего лишь 100 но с другой стороны учитывая сколько я в итоге срезал парадоксально по-моему вот такие вот длинные очень длинные срезки это возможность все-таки надрать кому-нибудь жопу при этом просрав среднюю скорость вообще в идеале фишка в средней скорости в чем она служит показателем как дерьмово ты едешь если у кого-то из соперников среднюю скорость выше твоих это габелла вот однозначно вот такие длинные срезки я просто не помню как это говно считается вот я уже прошел парад он еще даже у него не заходил вот только-только я я прошел связку он только на нее вышел но опять-таки разбег где-то 200 метров есть бы я поехал по петлям хрен бы я так легко отделался сейчас попробуем третий раз на эту надо подкопить нетры и сразу же не стартовать даже надо стабилизируется и и дождик как весело о видели практически не коснулся поэтому средняя скорость прохода вот видите уже 130 вот красота же ёбберный театр проблема вся в том что с боссами вот это очко дьяволами всегда канает потому что они тот же не дураки туда прыгают крыша рыбацкая домик вот разрыв 20 секунд он отстает почти на километр в принципе я уже могу как говорится расслабить булочки но сами понимаете что вот от таких вот моментов не застрахован никто как раз когда начинаю говорить о косяках они случаются вот опять лишний удар ну можно будет сбежать здесь принципе прошел в числе все ребята ты изи как это есть ту я вам так скажу здесь можно вообще даже повеялся и заехать задним ходом тут один молодчик просто завелся спит и видит тебя обогнать барон знаешь такого не поверишь на этот тип твой пропуск в камдон бич и номер десять в черном списке клёво да ну клёво да оно клёво но проблема вся в том что в камдон бич я уже давным-давно катаю тем временем у нас уже хорошенько так подошел хронометраж поэтому на самом интересном месте я прервусь спасибо вам за просмотр подписывайтесь ставьте свои пальцы вверх комментируйте обсуждать это чё говорю вы без меня эту херню хорошо знаете и до скорого